С вами Биржевой помощник. Ранее мы говорили о техническом анализе, более подробно рассмотрели все это на графике. Сегодня я предлагаю рассмотреть именно фундаментальный анализ. Какие факторы существуют в нем? С удовольствием давайте еще раз вернемся к этой теме. Мы как-то с вами упоминали, что существует четыре основных фактора, которые оказывают влияние на финансовые рынки и их относят именно к фундаментальному анализу. Это в первую очередь экономические факторы и деятельность центральных банков. Об этом мы как-то уже более подробно говорили в нашей передаче. Второй фактор, который часто привязывают к фундаментальному анализу, это политика, политические события, потому что так или иначе они влияют в любом случае на финансовые рынки. И иногда говорят даже наоборот, что финансовые рынки оказывают влияние на политические события. Поэтому понимать это нам, по сути дела, каждому необходимо. Третий фактор, о котором мы всегда говорим, это слухи и ожидания. Как те или иные ожидания биржевой общественности, мировой общественности отражаются на финансовых рынках. И здесь, наверное, это так или иначе связано и с экономикой, и с политикой. То есть всегда есть какие-то политические ожидания, всегда есть экономические ожидания. Исходя из этого, мы видим движение на финансовых рынках. Просто нужно понимать, что такое ожидание, что такое слух финансовый. И четвертый фактор, который выделяют, это форс-мажор. Туда в первую очередь включают различные чрезвычайные события, связанные с погодными условиями, с катаклизмами, землетрясения, цунами. И к форс-мажору, помимо такого природного явления, относят еще выступления политиков, как это ни странно прозвучат, и террористические акты. Это тоже форс-мажор, который предсказать очень сложно. Но на основании таких форс-мажорных событий мы можем попробовать спрогнозировать, что будет дальше с финансовыми рынками, как они себя поведут, как изменится вся общая схема на основании того, что произошло. Поэтому при оценке рынка необходимо учитывать фундаментальный анализ. В любом случае необходимо раскладывать этот фундаментальный анализ на четыре основных таких фактора. А можно ли сказать, какой фактор наиболее значимый или такой, на который первостепенно надо обращать внимание? Ну, наверное, можно при условии, что вы выделяете какой-то конкретный финансовый инструмент или финансовый рынок. То есть, если мы говорим, скажем, о отдельно взятой акции, о фондовом рынке, то в первую очередь нас будут интересовать экономические отчеты этой компании, экономические отчеты отрасли. То есть, здесь у нас экономика включается. Если мы будем говорить о валютном рынке, то там будет активно пересекаться и экономический анализ деятельности центральных банков, и политика. Потому что все-таки валюта – это более глобальный показатель, который, в общем-то, учитывает и состояние именно политического эстеблишмента, состояние политической среды отдельно взятого государства. Ну, а опять же, если мы говорим о форс-мажоре или о слухах и ожиданиях, то они и там, и там оказывают одинаковое влияние. Поэтому, наверное, очень сложно разделить, но условное деление все-таки есть. Евгения, вы как относитесь к фундаментальному анализу? Я хотел бы подчеркнуть, что фундаментальный анализ – это универсальное средство анализа рынка, которое может, должен использовать каждый трейдер. Бытующее мнение о том, что спекулянту достаточно только графика цены, в корне неверно. Любой человек, который принимает торговые решения на финансовом рынке, должен понимать среду, новостной фонд, в котором он находится. А сделать это можно только через фундаментальный анализ. Каково влияние на финансовые рынки факторов фундаментального анализа? Вы знаете, как мы сказали, что все факторы оказывают такое глобально серьезное влияние. Просто нужно разделять конкретные рынки. На что мы смотрим, как мы смотрим. И, допустим, если посмотреть на сегодняшний день, то достаточно сильное влияние на финансовые рынки сегодня оказывает именно политические события. Так или иначе, через политические события мы пытаемся определить интересы, которые выстраиваются в финансовых кругах. А, соответственно, определяем наши с вами возможности для приумножения собственных средств. Например, на сегодняшний день какова ситуация? Как она отражается? И на валютном, и товарном? Ну, сегодняшняя ситуация, чем она характеризуется? Если посмотреть в общем глобально, то Соединенные Штаты у нас выходят, вроде бы выходят из экономического кризиса, но впадают в экономический кризис, допустим, европейская зона. Это глобальные игроки. А помимо этого есть еще страны БРИКС, так называемые. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай. Но сюда же относят еще и Южную Африку. Так вот, на сегодняшний день вся политическая игра строится именно вокруг этих стран. В первую очередь, вокруг России и вокруг Бразилии. Две таких крупных страны, две крупных экономики в сфере развивающихся стран. То есть здесь мы уже можем смотреть на санкции, которые ввели против России? Вот видите, сразу все вспоминают санкции, которые ввели по отношению к России. То есть к чему это приводит? С одной стороны, это приводит к давлению на банковский сектор. Давление на банковский сектор и следующий вывод, который очень легко сделать, это приведет к удешевлению российского рубля. Или уже приводит к тому, что российский рубль дешевеет. Это первая прямая закономерность, которая напрашивается. Далее говорят, что санкции вводят против отдельных предприятий и против отдельных секторов экономики. Кто здесь страдает? В сути весь финансовый рынок. Страдает весь финансовый рынок, но если рассмотреть более глобально, то на самом деле для финансового рынка создается очень неплохая возможность. И здесь мы должны учитывать уже влияние политики, которое приводит к взаимодействию финансовых рынков. Потому что дешевеющий рубль заставляет инвесторов каким-то образом спасать собственные накопления. А каким образом это можно сделать? Ну, привычный для многих вариант перевести в доллары, допустим, для России сейчас может быть не очень правильный. И россияне начинают смотреть на собственный фондовый рынок. То есть сейчас начинают активно покупать акции. И вот на первый взгляд складывается парадокс. Против России вводят санкции, а фондовый рынок России начинает расти. Начинает расти именно потому, что за дешевый рубль можно неплохо купить какие-то перспективные компании, которые будут работать в ближайшие 3-5 лет, несмотря ни на какие санкции. Раз большинство обращает на этот рынок внимание, то управляет рынком большинство. Абсолютно верно. В итоге что мы получаем тогда? Мы получаем рост на рынке акций России. То есть получает такая перспективная картина. Благодаря политическому давлению фондовый рынок России начинает расти. И это свойственно, скажем, не только России, если мы посмотрим на Украину. На Украине тоже есть неплохо развитый фондовый рынок. И если мы говорим о украинской валюте, о гривне, то она дешевеет. Значительно дешевеет за счет сложной экономической ситуации, за счет введения боевых действий, которые там сейчас происходят, к сожалению, происходят. Но фондовый рынок Украины тоже растет, как это ни странно, и растет достаточно сильно. Именно потому, что многие инвесторы спасают собственные сбережения, понимая, что сейчас, возможно, лучшие цели... Для кого-то благоприятные условия. Для того, чтобы купить, абсолютно верно. Но это при условии, что человек как-то понимает это все, он понимает вот эти закономерности. А для этого необходимо иметь какие-то базовые знания, чувствовать вот эти закономерности. Ну, наверное, плохое слово «чувствовать», а все-таки разбираться. Разбираться на основании тех знаний, которые вы получите. Как получить? Ну, я еще раз повторяю, что мы проводим бесплатные вводные семинары, мы проводим обучающие курсы. Поэтому любой желающий может записаться по телефону, который он видит на своих экранах, прийти к нам на семинары, задать вопрос. Я с удовольствием отвечу, расскажу, что и как работает. Приходите, узнавайте. Ну, помимо того, что можно самостоятельно работать на финансовом рынке, можно также и с помощью автоматической торговли, про которую всегда рассказывает нам Евгений. То есть инвестировать именно с помощью автоматической торговли. Давайте напомним нашим телезрителям, что это такое. С удовольствием. Автоматическая торговля – это способ совершать сделки на финансовых рынках, точно так же, как это делают опытные профессионалы. Более того, при этом нет необходимости самому нажимать кнопки. Все за вас сделает специальная программа. Но если у вас есть желание, то вы и сами можете что-то покупать или продавать. То есть в одном терминале, в одном окошке вы можете торговать параллельно с биржевыми специалистами. Автоматическая торговля также используется на валютном рынке. Абсолютно верно. Автоматическая торговля – это способ получать сигнал от специалистов и потом переводить этот сигнал на любой рынок, по сути дела. На валютный, на товарный, на фондовый. Все зависит именно от поступившего сигнала. Мы продолжаем влияние политики, именно фактора политического на фундаментальный анализ. Как же он влияет на валютный рынок? Здесь можно посмотреть в историю. Вспомнить, допустим, такой момент, когда образовывалась еврозона. То есть это был достаточно такой тяжелый процесс. И сразу после образования единой зоны, введения единой европейской валюты, наверное, многие помнят, что единой европейская валюта дешевела. То есть было определенное недоверие к тому, что было создано. Вот вам первое политическое влияние. Второй такой яркий пример именно политического влияния на валютный рынок, если мы говорим именно об истории сейчас, то, допустим, был такой момент в 2005 году, когда принималась единая конституция в еврозоне. И при благоприятном исходе, безусловно, это бы вселило доверие в инвесторов, и в единую европейскую валюту пошли бы инвестиции. Но на тот момент, в 2005 году, эту конституцию не поддержала Франция. Вторая по величине экономика в Европе отказывается от такой конституции. А результат был нагляден сразу же в течение месяца. Вдумайтесь, такое событие привело к тому, что в течение месяца единая европейская валюта очень сильно дрожала. То есть было такое сильное падение. Вот вам влияние на валютный рынок. Ну, это история. Можем посмотреть, что у нас в ближайшем будущем намечается. Сегодня у нас в еврозоне, если смотреть ее. Ну, вспомнить, если брать в чистом виде еврозону, то сейчас каких-то глобальных политических событий там, может, мы и не ждем. А вот есть Великобритания, допустим. И вроде бы как с одной достаточно тихая страна, спокойная. Но с другой стороны, наверное, многие наши телезрители слышали о том, что в сентябре, буквально вот 18 сентября, будет проводиться референдум о независимости Шотландии. То есть одна из крупных частей Великобритании задумалась о своей независимости, о выходе из единой зоны под британским фунтом. Как это скажется? На финансовом рынке ничего ждать. Да, чего ждать? Ну, в любом случае, наверное, с вероятностью 98% проголосуют за то, чтобы Шотландия осталась в зоне Великобритании. Но сам факт проведения такого референдума... То есть во время выборов же тоже как-то на финансовый рынок реагирует? Да, да, да. Это вот как раз ожидание. То есть, смотрите, политический фактор, который втягивает в себя уже ожидание чего-то. Так вот, сам факт того, что референдум будет проводиться, сам факт того, что есть группа людей, которая задумалась о выходе, это все вносит негатив.